Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В первую очередь хочу сказать, что никакого готового ответа и готового решения нет и быть не может на ваш вопрос. Потому что вы два взрослых человека, которые добровольно вступили в отношения, вы два взрослых человека, которые выбрали друг друга, которые решили быть вместе. И на мой взгляд вам, в первую очередь вам, потому что вы обратились к нам, нужно отвечать за свой выбор. Отвечать за свои поступки, свои решения, которые вы принимали. Вот, может быть это не всегда были такие хорошие решения, может быть не всегда это были решения, которые вас устраивали. И вам нравились, но тем не менее, тем не менее. Вот вы говорите о том, что мужчина, муж вас никогда не поддерживал. У вас, да, еще как-то негативно в целом относился к тому, что вы, например, делали. Вот к тому, что вы, например, делаете. Но это же был ваш выбор. И, видимо, в начале такого не было, когда вы только начали быть вместе. А если было, то это создает для нас вопрос. А как вы позволяли в таком случае этому происходить? Если вы позволяли, то с него, с него, с него, с него, с вами, двигало. Теперь, давайте пройдемся по тексту вашему. Значит, как разъестись, если один против? Ну, во-первых, мне думается, что здесь уместно определить основание. Почему другой против? Другой против, потому что есть какое-то чувство, например. Другой против, потому что я считаю, что можно отношения наладить. Другой против, потому что в целом человеку не хочется вас терять. Я думаю, что с точки зрения закона вас в любом случае не разведут, даже если суды бы работали, потому что при отсутствии какого-то вот такого единогласного решения по данному вопросу. Дают, как правило, какое-то время, вот, для того, чтобы пара пришла к какому-то согласию. Ну, зачастую дают, как правило, точнее, точнее дают где-то примерно три месяца дают. Вот, так что, в любом случае, тот, как бы, wealth в этом смысле сравнил какое-то время на нашем проекте. В каком-то смысле развод может быть в том числе невыгоден, ну, одному из партнеров. И, соответственно, человек может не допускать, не хотеть допускать его развод. То есть, вот, и в таком случае здесь нужно в форме компромисса, да, вот, именно, именно, вот, в компромисном, ну, ну, в форме компромисса признать, что идеального решения нет. То есть, мне, вот, опять же, показалось из вашего текста, что вы хотите, чтобы, ну, чтобы ваш муж сам что-то понял. Вы хотите, чтобы, ну, чтобы ваш муж сам к чему-то пришёл. Вы хотите, чтобы, ну, чтобы ваш муж, как бы, ну, решил уйти, да, из квартиры. Это было бы для вас идеальным решением, грубо говоря. Ну, опять же, тут есть нюансы, потому что это такой вот идеальный вариант, который может сработать, а может не сработать. И, по факту, идеальный вариант очень редко, как всегда, становится реальностью. Дальше. Я замужем двенадцать лет, а, значит, двое детей. Ну, вот, тут сразу, вот, к вам возникает вопрос. Значит, во-первых, заменим двенадцать лет. Да? Денадцать лет – строк большой. Вы выбрали этого человека. Вы означали с ним двоих детей. Вы много чего уложили, ну, вот, как бы, в отношения. Вот. И, соответственно, и вы в какой-то степени привыкли к нему. Он в какой-то степени привык к вам. И в таких ситуациях всегда есть вероятность того, что есть вторичная выгода от всей этой ситуации. Вот. То есть, что вы находитесь в состоянии такой игры друг другом. Такая, своего рода игра в кошки-нышки, в догонялки, в скандалы. Ну, вот, психологические – это все игры. Семьсемейные психологические игры. Вот. А… Суд. То есть, вот это тоже одна из игр, в которых могут играть, а… в соброзе скайпал. То есть, тут все вот как-то в таком ключе развивается на самом деле. И очень важно понимать, а для чего вы все это время были в человеке. в отношении. Все двенадцать лет. Все двенадцать лет. Все двенадцать лет. Для чего вы были человеком все двенадцать лет. Это очень важно, потому что, ну, вообще говоря, то, что вы хотите развестись именно с человеком, да? Да? Это, в общем, в общем-то, понятно, то, что вы хотите развести с человеком. А вот куда, куда важнее, куда важнее, для чего вы в человек, понимаете? Зачем вы человек? Что удерживает вас за человек. Дальше. Хочу развести смузем, но не стереть по этому поводу, говорить, что будет столетняя палка в колеса и отберет детей. Здесь совершенно очевидно, что человек давит вам на ваши какие-то страхи, вот, на ваши какие-то переживания, вот, и, соответственно, на вас это влияет. То есть, важно понимать, что это манипуляция, вот, то, что сейчас происходит. И если вы на эту манипуляцию подаетесь, а вы, судя по всему, подаетесь, то, естественно, вами можно манипулировать, естественно, естественно, что это справедливо, то, что делают мужчины. Потому что манипуляция с его стороны, грубо говоря, на вас влияет. То есть, тут, в первую очередь, важно разобраться с тем, как на вас влияет то, что он не стереть, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы говорите. А вызывает ли у вас это какой-то негатив? А вызывает ли у вас это какие-то страхи? А вызывает ли у вас это какие-то переживания? Если да, то какие? Чем это все? Это очень важно понять. На мой взгляд, по крайней мере. Да? Это очень важно именно для себя понять, как на вас это влияет. Дальше. По поводу детей, здесь юридический вебинар, у меня складывается такое впечатление, что вы не совсем подготовлены юридически. То есть, вы по моим ощущениям не знаете свои права. Вот. То есть, тут вам еще не юридически. Нужно подготовиться, мне кажется, это поможет вам выступать более уверенно. Хотя, безусловно, это не исчерпывающая проблема. Далее вы пишите про квартиру. Значит, вы пишите, что квартира куплена в ипотеку, бряки, лодин материнский капитал. Ну, то есть, вы здесь, опять же, показываете в какой-то степени собственную непоследовательность. Да? То есть, вы вроде как говорите, что вот человек мне, ну, что мне человек не нравится, что он меня не поддерживает, что мне с ним плохо. Но, в то же время, вы делаете вклад, ну, вкладывает, ну, материально, да, вкладывает свои в отношения с ним. И, как потом выяснится, вы вкладываетесь и мораль, в том числе. Тоже. Достаточно вперед. Ипотеку платит он, так как получает три раза больше меня. Я получаю 45 тысяч. Ну, а меня здесь, у меня возникает такое впечатление, что... что вы миритесь или соревнуетесь, кто сколько зарабатывает. Я могу, конечно же, ошибаться в этом смысле, но для меня это выглядит вот таким образом. Существует ваших неуверенность в себе. Как только я начинаю говорить о разводе, начинает наследить, настраивать дочку против меня, вот мама не любит папу, говорит не нравится, валит отсюда. Ну мужчина ведёт себя по отношению к вам так, как будто вы себя, во-первых, не цените, вы себя не уважаете, вот. Вы к себе относитесь, ну вот, в какую-то степень, да, пренебрежительно. Относитесь. Проблематика, соответственно, здесь такая. Вы вряд ли мужчина изначально, ну, в начале ваших отношений относитесь к вам так. Безусловно, какие-то предпосылки для этого были, безусловно. Но важно понимать, что вы, скорее всего, позволяли ему так к себе относиться. Почему-то такое поведение для него по отношению к вам возможно. А вот почему такое поведение по отношению к вам для него возможно. Вот это большой вопрос. Ну и если хочется сказать, что вы, в какой-то степени, да, по кругу не сидёте, то есть вы пишете, ну, по сути, то же самое, что через, ну, две строчки разные. Значит, настроить лечку против меня. Ну, я бы здесь такой вопрос забыл бы. Как у человека получается настроить лечку против вас? Вот именно получается, как настроить лечку. То есть как это возможно, что у него получается настроить лечку против вас? Может быть вы с своей дочкой не так уж и близки, близки? Может быть. И тогда здесь нужно смотреть в корень проблем на самом деле. А корень проблем заключается в том, что дочь в большей степени тяготеет именно к папе, чем к нам. Вопрос заключается только в том, как подобное возможно, или благодаря чему подобное возможно. Так? То есть как вышло. Так что дочь, ваша дочь слушает папу больше, чем вас, и папа более авторитетен, чем вы становились ему, да, а не вам, соответственно. Дальше. Говорить не нравится валить отсюда. Ну, здесь у вас менее защищенная, более такая жертвенная позиция. Вот. То есть как-то вот вы себя с мужем не подставили, как-то вы себя с мужем вели и может быть даже ведете так, что человек считает, что может вам всякого сказать. Самое главное, он, вероятно, убежден, что вы никуда не уйдете, что вы, ну, что никуда вы не уйдете. То есть есть ощущение, что нибудь понимает ваш здоровый человек. Вот. Какой? Эм. Ключевой. Эм. Момент. Момент. Вот здесь. Понимаете, да? Что я имею ввиду. Бальше. Да. Почти каждый день плачет, кричит на меня, не дает спокойно жить. Ну. Это манипулятивное поведение. Важно то, что вы на это манипулятивное поведение, а покупаетесь. Важно то, что вы на это манипулятивное поведение ведетесь. Важно то, что на вас это влияет негативно. Вот. То есть, ну, негативным ключем. И, соответственно, как бы, ну, ситуация здесь такова, что человек это чувствует. Человек это знает. И он ведет себя, потому что знает, что на вас это будет влиять. А на вас это оказывает, ну, существенное воздействие. Вот. А вы не знаете, что делать. Что делать, чтобы что? Сейчас режим самоизоляции, что еще больше всегда есть проблем, так как и дети, и я с моим домом. Говорите, что ты живешь в моем доме, живи по моим правилам мили-бали. Ну, опять же, здесь вы как-то к этому пристали. Скажите друг от своей стороны при детях. Ну, опять же, здесь, скорее, ваше поведение в конфликте. Как бы, ну, важно ваше поведение в конфликте. Вот. Важно ваше поведение в том, как вы, вот, ведете себя в конфликте, да? Умеете ли вы, например, сглаживать конфликте, вот. Умеете ли вы снимать конфликте, да? Потому что, если нет, то, соответственно, действительно, это очень проблематично. Ну, действительно, это очень тяжело. Вот. Вопрос к вам, опять же. То есть, мужа вы переделать не сможете, вот. А, как бы, ну, сами измениться, ну, вполне себе. Это реально. Самостоятельно изменить, самостоятельно изменить свое поведение и отношение. Дальше. Значит, так. Ну, не знаю, как мне дальше так жить. Опять же, как так дальше жить? А как вы к этому пришли? Это нужно в себе разобраться. Сейчас у вас просто жертвенная тупиковая позиция. Кстати, есть такой жизненный сценарий, называется тупик. Можете почитать в интернете. Это психологический драйвер. Тупик. Возможно, снять в квартиру. Так, ну, здесь варианты. Здесь дальше на развод. Так, здесь тоже варианты. Как быть? Как быть, чтобы что? Как не травмировать детей? Показывать им свое отношение к конфликту. Пока вы конфликты воспринимаете всерьез, да? То и дети будут воспринимать конфликты. Так же. Дальше. Как уговорить мужа по минам расстаться, если он, как раз, не хочет говорить на этом? Никак. 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 Кроме разве что. Только его замотивировать. То есть, если вы сможете замотивировать мужа на то, чтобы, если ему будет выгодно с вами развести, если он разведется. Пока ему не выгодно, за какой смысл ему идти? С вами на компромисс. Уходите в квартиру, он совсем не собирается. А должен трепет мне нервы. Здесь вы прикладываете ответственность на человека. Не он трепет вам нервы, а вы позволяете ему это делать. Пожалуй, с родителем они встали на его сторону, не дырить детям на ответ, но я уже к нему ничего не чувствую. Я не очень, честно говоря, понимаю смысл того, что вы написали. То есть, какое это отношение имеет к вот проблеме, которую вы описываете. Потому что вы говорите, что хотите развестись. Я вас в принципе, в принципе, в принципе. Я вас понимаю, но я не понимаю, а здесь для чего вы пишите про то, что он там пожаловался родителям и прочее прочее. То есть, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, встали они на его сторону встали. Ну и что дальше? То есть, как это опять же на вас влияет? Я к нему уже ничего не чувствую. И когда это произошло, сразу ли вы отреагировали и дали ему понять, что ничего не чувствуете или прошло какое-то время, прежде чем вы это сделали? Чем был обословлен ваш выбор? Насколько этот выбор был свободен? То есть, ну, насколько вы себя естественным образом, скажем так, делили? Вот. Это важно. Потому что нужно исследовать вашу позицию, ваше поведение. Вот. И уже смотреть, что именно в нем является деструктивным. Если вы, конечно, заинтересованы в работе над собой. Вот пока я вижу такую глобальную жертвовую позицию и некие страхи, которые мешают вам, ну, вести себя. Естественно, мешают вам просто свою, ну, свою модель поведения. Свою модель поведения, во-первых, проявляют. Во-вторых, мешают, я бы сказал, мешают, эм, отстаивать интерес. Вот ваш, который вот у вас есть. Вот. Такая вот история. Дальше. Он никогда меня не поддерживал, только занимался всегда десними, тратил на себя деньги, и если больше зарабатывал, имею право. Ну, смотрите. Вы здесь... ...определяете претензии... ...чего... ...человеку. ...вы, я, в принципе, вы понимаете? ...вот. ...вот. ...эпэкс, у меня понимали тост, и. ...вот. 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 Ну, абсолютно, не имеет никакого смысла, вот, и на мой взгляд вам нужно не определять, а больше смотреть в сторону того, что именно вы можете сделать, как и что именно вы можете решить в ситуации, описанные вами. Понимаете? А просто в противном случае, вы так вот и будете в такой жертвенной, я бы сказал, позиции, вот, в таком жертвенном состоянии вы будете находиться, вот, и в итоге ничего хорошего из этого не получится, в итоге ничего хорошего из этого не будет, не выйдет. А-а-а, когда я пытался создать бизнес, начало получаться, скажу, какая-то молодец, когда ничего не видел, когда сказал, сделай какую-то фигню, но опять же, вот, мужчина такой. То есть, понимаете, я его не обрадую, я не обрадую вашего мужа, но он такой человек, и всё. Да. Он не может быть другим, вот. Может быть, он бы и хотел быть другим, но не может. А-а-а, вы его выбрали. Вот. Понимаете? Какая-какая штука. То есть, тут вот, а-а-а, момент именно в том, что он всегда был таким или нет. Если нет, если он, а-а-а, когда-то был другим, например, например, когда-то был другим, а-а-а, ну вот, ну, например, изменился, а-а-а-а, совести своей нашей и так далее, то как мы отреагировали на это? Как вы на это отреагировали? Понимаете? В чём, а-а-а, ну, как-как бы, а-а-а, в чём, в чём, э-э, суть, суть. Вот. И это очень важный момент, по-моему, по моему мнению. Дальше. Так, на работе могла выйти только при условии, что я выхожу в садик, плачу за него сама и вашу ребенок сама. Государственные внимания были, не были пропусков, я нашел работу, нашел сад, работал рядом с ним, я никогда не вмещал развитию его карьеры и посещал себя делать. Ну, э-э, здесь, мне кажется, вы, э-э, просто, э-э, недовольны, э-э, просто, недовольны, э-э-э, и не удовлетворены. Вот. В своей жизни. Вот. И у вас накопились обиды на мыши, вот, которые необходимо проработать, вот, которые необходимо исследовать. Э-э-э, вот, потому что вам они, э-э, сейчас эти обиды очень, очень сильно мешают. Вот. Очень, очень сильно мешают вам все ваши мобили, потому что они, э-э, на вас давят, они, э-э, как бы, э-э, создают такую, знаете, э-э, сверх-сверх мотивированность, э-э, вот. Ну, сверх-сверх мотивация создают, э-э, на определенную, э-э, направленность поведения. Э-э-э, ну, вашего. Вот. Ага. И, соответственно, ничего хорошего в этом нет. Опять же, муж, э-э, может, э-э, чувствовать, э-э-э, некоторую вашу извинность в, э-э, таком, ну, в таком состоянии. Э-э, вот, и, соответственно, ощущая такую, такую вашу извинность, э-э, всех вполне может, э-э, ну, этим пользоваться, всех вполне может это использовать, э-э, как-то вот в своих, э-э, может, э-э, целях, вот. Э-э, вот, э-э, вот, э-э, вот, э-э, вот, э-э, такая вот история. То есть, ну, чувствуется, что, э-э-э, значит, э-э, чувствуется, что, э-э-э, вы обижены на, э-э, человек, на человека, на мужчину. Вопрос только в том, насколько, э-э-э, это правильно, да? Вот, ну, то есть, насколько это, э-э-э, конструктивно. Вот, судя по тому, что вы, э-э, пишите, у вас это, э-э, никуда не идёт. То есть, ну, никуда не, э-э, не уходят. Вот, э-э-э, вы, э-э, как-бы, просто копите обиды в себе и всё, и всё, в принципе. Ну, ничего, э-э-э, хорошего, э-э-э, в этом нет. Э-э-э, больше. Идём. Так, э-э-эм, только сейчас, когда он почувствовался, я готов развести, начал себя вести по-другому, но у меня уже всё перегорело. А как он начал себя вести, э-э, мне показалось, или он, э-э, или он ведёт себя, э-э, в целом, э-э, хуже? То есть, ну, нехорошо, мне, мне показалось, или, э-э, или как? То есть, вы говорите, что он ведёт себя, что он начал вести себя по-другому, а как он начал себя вести-то, собственно? Я, э-э, я вижу, вы говорите, что он истеричен, шантажирует вас, шантажирует вас и прочее, вот. Э-э-э, как бы, то есть, э-э, так, такой, такой момент, момент. Э-э-э, такая история здесь. Э-э, я не хочу больше быть честным, ну, хорошо, вообще, супер, э-э, сперва вы, э-э, вам нужно, э-э, разобраться в своей позиции, вот, э-э, сперва вам нужно, э-э, превратить свою позицию в некую такую целостную историю, да, вот. Э-э, может быть, э-э, разобраться с внутренними, э-э-э, противоречиями, и, уже после этого, э-э-э, я думаю, что, э-э, можно будет, э-э-э, двигаться дальше по, по-моему, чего вы хотите. Вот. На этом пути, э-э-э, будут происходить нек-нек-нек-нек-некатые изменения. А на этом пути будут происходить некоторые перемены, которые вполне вероятно смогут сделать так, что вы, э-э-э, измените, э-э-э, своё отношение к э-э-э-э, мужу, вот. Не факт, конечно, что это, что это произойдёт, э-э, потому что, э-э-э, могут быть, э-э-э, ну, могут быть варианты, могут быть различные, э-э-э-э, значит, э-э-э-э, э-э-э, различные пути развития ситуации, но, тем не менее, э-э-э, тем не менее, э-э-э-э, только-только так мне видится э-э-э-э-э ваша позиция. На этом всё, э-э-э-э, надеюсь, э-э-э, что мой ответ, э-э-э-э-э-э-э был вам полезен. Э-э-э-э-э-э, значит, как бы, надеюсь, что вы для себя что-то потерпнёте из моего, э-э-э-э ответа. Вот, вам крайне желательно отказаться от игр, вот, разобраться со своим складом за конфликты, которые у вас, ну, которые у вас есть, вот. Вот, и, значит, после этого уже решиться, что делать будете. Вот, в принципе, любые отношения можно гармонизировать, но если вы, например, чего-то боитесь, да, если вы, например, чего-то опасаетесь, вот. То это сделать сложно, поэтому сначала нужно сделать вас максимально свободны, психологически, вот, а дальше вы уже сами решите, как вам поступать. Если вы измените свое поведение, сделаете его более конструктивным для себя, то, в принципе, может быть, отношения ваши можно будет сохранить, может быть, ваши отношения можно будет все и держать, а то и улучшить. Вот, ну, пока что об этом вы не думаете, вот, пока что. Я вам предлагаю как-то удерживаться на том, что вы хотите развестись, но сейчас развод для вас будет очень романтичным. Потому что мне кажется, что вы чувствуете какую-то вину свою за то, что хотите развестись, может быть, перед детьми. Ну, я в этом, конечно, не уверен, но может быть. И, соответственно, в этом направлении вам, по моему мнению, нужно двигаться в этом направлении. Вам, по моему мнению, нужно, значит, идти с помощью психолога в том числе. Вот, и, соответственно, в таком случае все обязательно получится, вот, все обязательно будет хорошо. Других вариантов здесь попросту нет. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Удачи.